Самая низкая ставка. Кредит в Альфа-банке от 4%. Оформите онлайн и получите деньги уже сегодня. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Это непридуманная история о чудовище и обществе, которое его породило. Она началась в 1986 году в Московской области, в районе правительственных дач. Жертвами убийцы становятся мальчики-подростки. Следователь понимает, что имеет дело с маньяком. Вместе со своим дерзким напарником и совсем молодой сотрудницей местного ОВД они начинают расследование, даже не подозревая, как сильно оно изменит судьбу каждого из них. Преступника пытаются поймать, но расследование регулярно заходит в тупик. Слишком много подозреваемых и слишком мало фактов. Единственный свидетель в деле – ребенок. Он видел убийцу. Но можно ли доверять его показаниям? Эта история о том, как один разрушает жизни многих. Вы даже не представляете, с каким ужасом придется столкнуться всем, кто замешан в этом деле. Сериал «Фишер» выходит на видеосервисе «Винг» и входит в линейку оригинальных проектов «Винг Ориджиналс». В нем рассказана реальная история о войнке одного из последних советских серийных убийц. А главные роли исполнили такие выдающиеся артисты, как Александр Яценко, Иван Янковский и Саша Бортич. Смотрите сериал «Фишер» только на «Винг», а по нашему промокоду «Лэйблс». Все новые пользователи получат бесплатный доступ к подписке «Трансформер» на 60 дней. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня поговорим про Джеффри Даммера, первый в нашей коллекции подкастов. Подкаст не о российском преступнике, маньяке, а об американском. Недавно выходил сериал про него на Нетфликсе. Да. Смотрели ли вы его? Полторы серии. Я не смотрела вообще, но смотрела моя подруга Оля Малашенко. Она, мне кажется, пересказала все. Да, она пришла, она говорит, вот. Мы, кстати, обсуждали тему с ней, что там очень красивый актер, и что как будто бы сильно романтизирован образ маньяка, что ты смотришь. Да, классно, что ты подняла тему романтизации маньяков, потому что о ней хочется тоже поговорить, может быть, не в начале, а когда мы уже озвучим всю историю этого человека. Но меня поразило то, я посмотрела первую серию, потом я посмотрела, готовясь к подкасту «Все 10» на скорости 2, правда, чтобы быть в курсе, но не выдерживать всю вот эту вот атмосферу гнетущую. Меня впечатлило то, что это не такой, не блокбастер, да, где все очень динамично происходит, но сериал, тем не менее, вошел в топ Нетфликса по просмотрам. Ну все, я сегодня вечером его смотрю. Наряду там с «Игрой в кальмара», ну, где понятно, да, почему люди на это подсаживались и смотрели. Ну, а «Декстер»? Сериал, сколько у него сезонов вообще? Да, но там все-таки это работает, ну, как аттракцион, да, в какой-то момент. Но он же тоже очень романтизирован там, собственно. Все любят именно, все любят маньяка, вот. И он такой молодец, он убивает плохих. Да, с одной важной поправкой. «Декстер» — это выдуманный персонаж, да, «Адамер» — это реальный персонаж. И нужно отдать должное сценаристам, сериалы-шоураннерам, которые очень подробно восстановили его судьбу и жизнь. То есть если в российских сериалах очень часто, чтобы там, я не знаю, сжать время, сэкономить там, я не знаю, на эпохах отображённых, делают всё такую как бы очень концентрированную смесь, вернее, концентрируют биографию маньяка, то здесь показали прямо, ну вот, с такой скрупулёзностью, дотошностью. Ну, хорошо для тех, кто хочет погрузиться, но я подумала, зачем? Зачем кто-то хочет погрузиться в эту ужасную жизнь? А зачем вообще мы смотрим все? Ну, сериалы про фильмы, про маньяк. Вообще «Трук Крайм» сейчас очень популярная жанра. Мне кажется, просто хочется понять, как такие люди, почему они это делают. Да. Ну, мне вот очень интересно именно почему, как у него сложилась жизнь, что он вот к этому пришёл. Ну, вот давайте и начнём разбираться в этом. В общем, Джеффри Даммер. Родился он в США, как можно догадаться, в штате Висконтин, недалеко от города Милуоки. Город Милуоки ещё у нас всплывёт по ходу рассказа, потому что именно там он совершит большинство своих преступлений страшных и ужасающих. Мы всегда, когда... Ну, не каждый раз у нас так строятся беседы. Иногда мы начинаем с расследования преступлений, именно самих преступлений. В этом случае, чтобы понять, почему же у многих людей возникло это чувство жалости к нему, и почему там, например, и семьи жертв, и пресса после того, как вышел сериал, возмутились очень сильно, да, почему же вот как бы весь пафос сериала сводится к тому, что Даммера хочется пожалеть. Я предлагаю как бы подробно рассмотреть, как он формировался и как он рос. Семья Джеффри Даммера была такой, знаете, хорошей, крепкой семьёй среднего класса. Отец был химиком, учёным, очень увлечённым своим делом, такой довольно успешный в нём, вот. А мать была домохозяйкой. Но это, получается, 60-е, 70-е годы. Очень многие женщины в то время в Америке были теми самыми домохозяйками. И, конечно, это было в силу разных обстоятельств. Тогда был экономический бум, мужчины работали постоянно, нужно было заниматься детьми. И что уж сказать, феминизм тогда, я знаю, что наши комментаторы очень любят тему феминизма, в кавычках, не был настолько распространён в головах людей. Ну, женщины в меньшей степени могли себе обеспечивать какие-то карьеры. Соответственно, не только поэтому, но в том числе очень многие из них были домохозяйками. Вот эта одноэтажная Америка, такая скучная, какая-то сонная. Оранжевая. Да, да, оранжево-зелёная. Такой женой была мать Джеффри Даммера с той лишь поправкой, ну, важной, что она ещё во время беременности, ну, видимо, у неё была депрессия, и врач ей прописывал очень большое количество медикаментов, и она прямо им закидывалась, как это показано в сериале. Опять же, ещё оговорюсь о важной истории, что жизнь любого маньяка, а тем более маньяка американского, она очень мифологизирована за счёт прессы, за счёт людей, которые каким-то образом знали его или думали, что знали, или говорили, что знали. И она обрастает большим количеством подробностей, которые не всегда верны, соответствуют действительности, и которые, естественно, нам невозможно никак проверить. Поэтому про то, что она закидывалась таблетками, ну, допустим, так её видел отец, который в будущем напишет книгу «Отец Джеффри Даммера». Ну, и так это показано в фильме. В общем, мальчик родился, скажем так, в такой семье с уже неким напрягом. Ну, то есть папе не нравилось, что мама принимает таблетки, у них возникали уже на первых парах ссоры по этому поводу. Так получилось, что семья много переезжала по штатам, это всё было примерно не очень далеко друг от друга. Эти штаты были Огайо, Айова, Висконтин. И мальчик только привязывался к домашним животным, которых они заводили. Как нужно было срываться с места, куда-то переезжать, оставлять этих собачек, кошечек на прежнем месте. Ну, почему-то они их не перевозили. И такая вот травма покинутости, что ли, покинутости другом, она, возможно, зародилась именно в те годы. И потом мы увидим, во что это вылилось всё, во что это воплотилось. Когда Дамеру было лет шесть-семь, у него была паховая грыжа. Ну, по названию мы понимаем, с какими органами была проблема, и ему как-то никто не объяснил, что с ним происходит. Он очень боялся, что ему отрежут половые органы. А это самая большая боязнь мужчины. Да. Когда проводили операцию, вкололи, то ли вкололи слишком много анестезии. По другим данным, как будто бы анестезия не сработала, и он испытывал боль во время операции. Но отец заметил, что мальчик очень сильно изменился после этой операции. То есть он и так был не очень общительным, но после этого его как будто бы подменили. Он там сидел, втыкал в телевизор, ни с кем особо не общался, никаких друзей у него не было. Ну, в таком вот понимании, как мы представляем, ох, детство, мы все гуляем на улице и веселимся. Хотя я считаю, что это тоже какое-то странное представление о детстве. По-разному бывало, мне кажется, у всех. Да, у всех же травмы детские есть. Ну, просто к чему... Ну, мы никого пока не убиваем, вроде бы. Ну, в том-то и дело. Да, в том-то и дело. Ну, тем не менее, такие были обстоятельства ее формирования. И потом отец с Даммером находит случайно в подвале дома мертвого опоссума, который туда попал. Ой, я помню эту сцену. Это в сериале, да, было. Полторы из серии бывают. И тогда, так как отец химик, он работает в том числе, видимо, с тканями и органическими тканями, скажем так, они рассматривают вот этого мертвого опоссума. Даммер, ну, как-то проявляет какую-то такую заинтересованность. Нам она сейчас кажется, конечно, нездоровой. Но отец, для которого это была вполне, ну, обыденная какая-то вещь, ну, тем более, понятно, свой дом, наверное, там много животных можно найти. Да я думаю, еще может быть, типа, знаете, когда ребенку хотят объяснить, чтобы он не пугался. Возможно. Ну, типа, не боится животного. Я сейчас тебе покажу, это ничего страшного. Мы все умираем. Вот так это происходит. Да. И с тех пор они с отцом начинают ездить по округе, находить мертвых животных. А, такое хобби. Да, ну, как бы препарировать, рассматривать. Только не футбол, да. И если мама реагировала на это, ну, вот как мы примерно сейчас, да, то отец, наоборот, говорит ей, что, ну, вот он хоть чем-то заинтересовался, хоть как-то он увидел искорку какую-то заинтересованность. Саша, есть какая-то статистика? Я просто помню, что в каком-то выпуске ты рассказывала про другого маньяка, который тоже с отцом то ли куриц, то ли каких-то животных, я могу вот сейчас перепутать, но тоже изучали там мертвых животных или крыс. Нет, ну, это вообще, по-моему, считается одним из главных маячков для родителей, если ребенок начинает, ну, типа там... Мучить животное. Мучить животное, да. То есть, типа, это маячок, стоп, у вас может быть социопат вырасти. Да, ну, озвучу еще раз. Я думаю, это ничего страшного. Есть такая триада Макдональда. Это человек, который изучал психиатр, криминалист, который изучал каких-то опасных преступников, в том числе серийных убийц. И он вывел такую формулу, что ли, что если ребенок в детстве страдает от инореза, мучает животных, занимается зоосадизмом и гарманией, то вот сочетание этих трех признаков, ну, как бы говорит... Это он не пожарным хочет стать. Да, что он склонен к совершению каких-то насильственных историй. Но, опять же, не будем все грести под одну гребенку. На тот момент Даммер не мучил животных. И это тоже очень важный элемент. Да, ему было важно не замучить животного, не посмотреть, как оно там страдает и умирает, а скорее повзаимодействовать с ним, когда оно уже покинуло этот мир. И, к сожалению, это перенесется все на людей. Даммер идет в школу в 68-м году. Он очень был таким отстраненным ребенком. Не очень у него складывались отношения со сверстниками. Ну, то есть он был таким, ну, забитым пацаном, не очень котирующимся в классе. Как и многие. Как и многие, безусловно. Даммер рос. И в какой-то момент в девятом классе, ну, по нашим меркам, там, понятно, в Америке это по-другому называется, у него не то, что появляются друзья, но он из такого забитого и изгоя становится кем-то вроде чувака, над которым не насмехаются, а с которым можно поржать. Ну, то есть он такой, как бы, хотите, прикол, да, условно, который начинает немножко котироваться в определенных кругах его одноклассников. И вот один из этих ребят, который разглядел что-то в Даммере, был Джефф Бэкдерф. Я не знаю, как правильно его фамилия читается. Короче, он написал впоследствии книгу. Даже не книгу, а графический роман. То есть это, по сути, такой, ну, не совсем комикс, но вот что-то вроде. Это его одноклассник. Который с ним, ну, вот общался довольно долгие годы, и по воспоминаниям которого, вы можете поглядеть, в том числе можно делать какие-то выводы, хотя воспоминания, как вы представляете, после поимки Даммера у всех нахлынули про него, и все начали рассказывать с большим удовольствием, что они про него знали. Да, фан-клуб Даммера. Комикс про маньяка, правильно? Да, про этого Даммера. А это опять про романтизацию, пожалуйста. Да, и здесь комикс тоже немножечко с таким посылом, что вот... Все его оправдывают, да, чуть-чуть? Как будто бы, знаешь, вот есть такая тонкая грань между оправданием и попыткой понять. И вот ее важно как бы сохранять, когда мы говорим об этих преступниках, потому что понять, ну, не значит принять, естественно. И нужно, скорее, понимание нужно не для того, чтобы человека простить, а чтобы, может быть, не допустить повторения истории. А есть фотка, как он на самом деле выглядел? Конечно, есть. Он, кстати, очень похож на актера. Потому что я помню, что там был актер слишком красивый для... Да, ну и Даммер был как бы не... Он сам симпатичный. А-а-а. Да, вот. Потому что обычно же наоборот делают. Да, обычно наоборот. Вот, и вот я уже... Да, он симпатичный. Мы заговорили об актере. Да, да, да. Вот смотрите, вот это актер и Даммер. Ну, актер в своей обычном, в своем обычном образе. А вот это уже актер в образе Даммера, который... Ну да, вот в жизни Даммер как будто даже симпатичнее. Я надеюсь, актер не смотрит... Я не хотела это произносить, но спасибо, что ты это сказала. Ну, в общем, да. Даммер был вполне себе, ну, как бы нормальным парнем. На самом деле, мне кажется, что вот эта романтизация и оправдание, и вот, как Саша сказала, что попытка понять, связана еще с тем, что сейчас сильно в тренде психология, и люди все изучают травмы, и почему происходит это все. Они в жизни в целом оправдываются. Да, да, да. Это не я такой вот туповатый, это все мать. Ну, у всех же. Ну да, и меньше стало вот этого, что он дурак, ты такой, ну, у него вот детские травмы. Нельзя говорить дурак, да, мы знаем, но он... Человек с придурью. Да. Я же, что-то так не говорят. В общем, опыты над животными Даммер продолжает уже легализованно совершать. В сериале есть тоже эта сцена, ну, и вот в книжке тоже она описана, как на уроке биологии. Вот я думаю, блин, вот уроки биологии, не хотела бы я на таком оказаться. Им раздали свиных эмбрионов. О, Господи. Но в фильме это выглядело, как очень маленькие поросята, которых они препарировали на уроке. Если остальные дети вот так отреагировали на это предложение... Да, то Даммер сделал все на высшем уровне. Более того, в сериале, опять же, это показано, как он подходит к преподавателю и просит ему дать один неиспользованный эмбриончик с собой. То есть он их в тишине, в свое удовольствие, видимо, препарировал у себя дома. Блин, а что ему нравилось? Никаким образом не... Ну, то есть и родители совершенно никак это не фиксировали. Ну, то есть вот чем-то занят и хорошо. А родители продолжали ссориться, вернее, не продолжали. Я не упомянула тот факт, что, ну, как бы отец такой активный, очень человек, работающий, но все чаще задерживался там или уезжал в командировки. Естественно, когда в семье не очень хорошо, то один из участников этого процесса как-то отдаляется и старается, ну, поменьше общаться. Мать с препаратами, отца нет, а он с поросенком дома. Да, ну вот, как бы, да, ты все описала. Конспект его жизни. Да, я чуть короче могу. Все, да. И даммер растет и начинает сильно выпивать. Причем выпивать он выпивал даже в школе. А они тоже не замечали все это. Естественно, это сложно не заметить, потому что одноклассники замечали запах. Естественно, это сложно скрыть, в принципе, если ты бухаешь, тем более, когда ты школьник, вот, и учителя. Но учителя знали, что у него в семье сложная обстановка. Одной из своих там школьных подружек он сказал, типа, это мое лекарство. Ну, то есть тоже такая фраза, да, когда тебе там, я не знаю, 15-16 лет, нормальное у тебя лекарство. По примеру матери, видимо. По примеру матери, да. И потому что, как мы можем сейчас уже делать вывод, что вот какие-то нездоровые фантазии начинают у него появляться уже тогда. А, он сам себя останавливал. Да, он таким образом заглушал то ненормальное, что он уже ощущал. Но тогда он боролся таким способом с этим. И вообще, в принципе, хоть как-то боролся. А взрослые и дети, которые его окружали, вместо того, чтобы, ну, как-то обратить внимание на него хотя бы просто, ну, делали вид, что... Ну, никак не фиксировали это, не обращали внимания, игнорировали. И он был таким. Я думаю, что, Ань, что там в возрасте, когда они еще подростки? Там пьешь, знаешь, крутое, скорее всего. Ну, просто веселиться. Мне странно, что учителя ничего не говорили. Потому что мы максимум кислородные коктейли в школе пили. Это вот уровень кризи. У медсестры тоже надо понимать. А то другую страну не понять, Карина. Ну, вряд ли же у них прям на уроке они такие, ну, норма. Ну, тем более, все-таки это 70-е, 80-е годы, и нужно понимать, что это небольшой город, такой очень, ну, не то что благополучный, но все-таки не гетто, где себе могли позволить какие-то ребята из неблагополучных семей прям вот так беспредельничать на уроке. Осуждаем учителей. Ну, правда, странновато. Вернемся к другу, Джеффа, который был одним из членов, так сказать, клуба любителей даммера. Потому что даммер при всей своей странности и одинокости, склонности к одиночеству, он обладал чувством юмора. И он, в частности, детям очень нравилось, как он пародирует дизайнера интерьеров, который к ним приходил. Мы не знаем, возможно, он. У которого было ДЦП, и из-за этого он, ну, с особенностями говорил какие-то фразы, и вот даммер за ним повторял, и даже у его друзей было такое выражение ну, doing a dammer, ну, то есть как бы, ну, давать даммера, да, условно. Какие-то даммеризмы были даже. Ну, то есть какая-то своя вот такая вот вселенная была. В общем, он такой был шут. Да, шут, который мог, когда ему, видимо, было нужно, когда настроение было вот каким-то образом повеселить ребят и войти в их... Ну, не то что войти, вот в этом и прикол, потому что в книжке описываются случаи, когда ребята говорят, мы тебе соберем 30 баксов, а ты давай пойдем там в выходной в торговый центр, и ты там будешь делать вот свои всякие приколы. Он там имитировал эпилептический припадок. Мог, ну, вот как-то... Не прям наш. Да, и он как бы согласился. Все эти ребята с нетерпением ждали, как будет весело и смешно. Но как пишет вот этот Дёрф, что уже под конец этой затеи как-то уже никому было не смешно, потому что... Ну, мы понимаем, что какая-то разовая история в тему, это может прокатить, но потом, когда этого слишком много, ты просто замечаешь, что, наверное, с человеком что-то не совсем в порядке. И после того, как это все закончилось, этот их тур по ТЦ, ребята... Ну, вот он описывает, друг Даммера, что мы ехали в машине, подвозили Даммера к дому и обсуждали, чем сейчас займемся. Съедим пиццу, съездим куда-то перекусить. И я только сейчас осознаю, пишет он, что Даммера мы не пригласили с собой. То есть он вроде как... И как бы звезда была приглашенная, с которой они не хотели ничего иметь общего и никак взаимодействовать вне вот этих приколов. Ну, вообще, прости, что перебила, действительно популярная же версия, что юмор — защитная реакция. И вот многие действительно начинали заниматься юмором, потому что в какой-то момент ты такой, я не знаю, как по-другому привлечь внимание своих сверстников. И ты хочешь как-то, чтобы с тобой там тоже общались. И такой, вот я шучу-шучу. И потом тебя куда-то не зовут. И, естественно, это, наверное, откладывает определенный... Ой, ужас, я прям... Тоже начала оправдывать его сейчас. Да, я вот сейчас начала это говорить, и такая... Нет, юмор... Я думаю, что юмор — защитная реакция. Это просто защитная же реакция на самое плохое. Бывает, что люди смеются на похоронах, там начинают улыбаться в самый страшный момент жизни. Ну, то есть... И он, наверное, просто попробовал когда-то вот что-то такое пошутил от того, что не знал, что делать. Да, кстати. И, видимо, это зашло. Ну, то есть он такой, «О, вот это работает, так на меня не смотрят, как на изгоя, а я становлюсь более-менее». Но то, что его никуда не звали, это 100% потом влияло. Конечно, конечно, влияло, потому что, ну, хотя бы, видите, он пытался, да, в какой-то момент, ну, стать своим каким-то образом, войти в какую-то компанию школьников. Еще один прикол, который классно показан в фильме и описан в книжке, что в выпускном классе Даммер как-то там подстроил, чтобы была, значит, съемка выпускного фото общества National Honor Society. Ну, в общем, как в школе что-то было, какие-то ребятки молодцы. Российский Союз Молодежи. Не исключено. Местного разлива. И он влез, короче, к ним на групповую фотку. Ну, так ха-ха, смешно. Он не был рядом этого, да. И когда эта книжка вышла, а там, видимо, был какой-то альбом, где были фото всех выпускников, всех этих вот society этой школы, он увидел, что его лицо замазали черным на этой фотографии. Как формулирует Дёрф, комиксист, это, ну, как ему кажется, уже по прошествии многих лет, что Даймер как будто всем своим поведением кричал «Обратите на меня внимание». И никто на него внимания не обращал. Но, опять же, да, это, конечно же, ещё один аргумент в пользу романтизации. Потому что на многих детей не обращают внимания. Но, с другой стороны, если у человека проблемы, а явно, что если он пил, если он как-то неадекватно себя, не совсем адекватно вёл, и на это обращали внимание, ну, наверное, где-то всё-таки проглядели. Может быть, был момент, когда можно было как-то остановить. Остановить в смысле, чтобы вот в какой-то развилке, на какой-то развилке он выбрал другую дорогу. Не надо было апостомом всё-таки расчленять с отцом. Но я думаю, что это всё накладывается. В плане, если бы просто его закрасили на фото, это одна история. А когда на тебя ещё в семье не обращают внимания, когда тебя одноклассники куда-то не позвали, и вот ещё и на фото закрасили. И, ну, то есть к концу школы в выпускном классе он бухает просто беспросветно. Вопрос, как он покупал это и где он брал бабки. Ну, допустим, это, допустим, как-то брал и покупал. И одновременно с этим у него, ну, как бы формируются уже будущие фантазии о сексе и о сексе с мужчинами. То есть он осознал себя в 14 лет геем. И, конечно же, это тоже довольно травмирующая история. Мы говорим о 70-х годах. Вспомнила в серии, да. С чего начинается сериал. Вспомнила точно гей-жен. И в 70-е годы в маленьком городе в Америке, я думаю, что даже сегодня в маленьком городе в Америке это сложная история. Более того, в консервативной, насколько можно судить семье, это еще более сложная история. И ты не можешь ни поговорить об этом ни с кем, ни поделиться, ни понять, с собой все в порядке или с тобой не все в порядке, а думаешь ты именно так. Вот. Ну, одним словом, вот как бы еще вот эта вот штука как бы на него давлела. Зачем старший следователь Арест Волин внезапно решил вмешаться в работу таможни? Для каких целей ему вдруг понадобился алмаз? И что за расследование он затевает? В Литрес эксклюзивно вышла новая книга «Хроники преисподней». Это очередной детективный роман о следователе Аресте Витальевича Волине и сыщике Несторе Васильевиче Загорском. Знаменитые сыщики, запутанные расследования в атмосфере советской России начала века. «Хроники преисподней» открывает второй сезон проекта «Анонимус». «Анонимус» — это проект, состоящий из детективных книг, связанных между собой главными героями и сюжетной линией. Авторство романов, входящих в серию, скрыто до момента издания последней книги серии. За последние полгода «Анонимус» вошел в топ-10 авторов в жанре детектив на Литрес по количеству проданных экземпляров. Книги из нового сезона на проект «Анонимус» доступны только в цифровом формате, эксклюзивно на Литрес. А прочитать или послушать их в озвучке актера театра и кино Александра Клюквина можно по Литрес абонементу. Если у вас уже есть абонемент, то вы знаете о возможности каждый месяц выбрать одну электронную или аудиокнигу стоимостью до 700 рублей, включая новинки и эксклюзивы, которые доступны только владельцам абонемента, а также дополнительно две книги на выбор из редакторской подборки. Даже если вы отпишетесь от абонемента, загруженные книги остаются у вас навсегда. Литрес — это крупнейший сервис электронных и аудиокниг на русском языке. В каталоге сервиса больше миллиона произведений, в том числе подкастов, лекций и аудиоспектаклей. Чтобы подключить первый месяц Литрес абонемента со скидкой 20% и прочитать или послушать новый детективный роман «Хроники преисподней», переходим по ссылке в описании или сканируем этот QR. Активируем промокод «Дела20» и получаем доступ к лучшим книгам. Самая низкая ставка. Кредит в Альфа-банке от 4%. Оформите онлайн и получите деньги уже сегодня. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Первая совсем странная, уже такая непосредственно указывающая на то, что будут проблемы, история случилась, когда он увидел фотографию разбившегося мотоциклиста в газете. И так этот человек на фотографии ему понравился, что он начинает фантазировать о сексе с ним. В фильме показано, что он вообще идет над кладбищем. Ну, его уже похоронили к тому моменту. И что он чуть ли не хотел выкопить могилу. Он увидел фотографию, где он мертвый или где там фотография живого? Ну, вроде как. Да, вроде как. Я думала, что он в труп влюбился. А жертвы у него все мужчины? Да. Да. Да, мужчины. Вот. Но неудавшееся действие, тем не менее, выливается во всех смыслах в определенную фантазию. Он фантазирует, ну, мастурбирует, понятно, думая об этом разбившемся мотоциклисте. И это формирует будущий образ того, что же его привлекает в жертве. Это ее абсолютная пассивность и тот факт, что он может полностью овладеть этим человеком во всех смыслах этого слова. То есть человек никакое сопротивление оказывать ему не должен в его, опять же, больных фантазиях. В это же время, значит, он замечает парня, который бегуна, который бегает там недалеко от его дома трусой каждый день. И он начинает фантазировать о нем. Судя по той информации, которую мы можем узнать, он ничего не предпринимает. Хотя в какой-то из дней он даже там прячется в кустах, берет бейсбольную биту с собой, чтобы напасть на него. Но в тот день бегун не привлекает, чем спасает, понятное дело, себе жизнь. Еще интересно, по воспоминаниям его одноклассников, кто-то из них, узнав уже, что сотворил Даймер, говорил о том, что я наоборот думал или думала, что он больше склонен к самоубийству, чем к убийству. А непосредственно член клуба любителей Даймера на каком-то из вечера встречи условно выпускников сказал, это еще было до того, как Даймера поймали, что, а что там Даймер, он уже стал серийным убийцей? Ну, то есть, как бы, понятно, это еще история из массовой культуры, любой странный чувак у всех в классе был такой чувак, про которого ты думаешь, ну, скорее всего, да. Да, который за 11 лет никому слова не сказал, это такое, ну. или наоборот, так все странно вел, и ты такая, ну, что-то не так с ним. Да. Просто совпадение. Когда Джефф заканчивает школу, его родители совсем вдрызг ругаются и разводятся. И получается такая история, что вот у них был дом, где они жили все, а отец съезжает с этого дома и селится в отеле, а мать, взяв с собой младшего брата Даймера, у него был младший брат еще, но он никак в истории не будет фигурировать, она вообще уезжает в другой штат. И Даймер на протяжении трех месяцев примерно остается абсолютно один. А как? А сколько ему лет было? Ну, ему типа 18 лет. То есть, да, он уже взрослый, но в любом случае, ну, как бы ему только 18, он только закончил школу. А почему брат не будет никак фигурировать? Я просто подумала о том, что они, получается, выросли в одной семье плюс-минус с одними травмами, а он сильно младше? Да, на 10 лет примерно, да. Нет, вообще, я тебе говорю, вот мы с сестрой, у меня сестра старается у меня на два года. Мы вообще разные люди. Но нас воспитывали одинаково. Вот это просто от человека зависит. Мне просто интересно, вот что у брата нет какой-то истории. У брата, ну, по крайней мере, она не очень растиражированная. И брат, ну, то есть, брату, наверное, в этот момент, если ему 18, 8 лет, да, мама его увозит, и потом у мамы как-то складывается своя жизнь. Может быть, она более счастливая, чем с отцом Даймера. А, ну, получается, да, он уже подрослый. А как она сына бросила, или он сам не поехал? Ну, вот в фильме, нет, в фильме это показано так, что она сказала, ты уже взрослый, делай, что хочешь. Вот. Но я думаю, что, возможно, могло получиться так, что мама уехала, думая, что отец будет за ним как-то присматривать. А отец был в полной уверенности, что, как бы, его жена, ну, уже бывшая, никуда не уехала. А они не созваниваются, да? Нет, они, получается, не созваниваются. Более того, что отец даже за эти три месяца, ну, развелся-то, не развелся, мог бы проведать сыновей. Ну, вообще-то. Так его даже без жилья оставили? Нет, он остался в этом доме, в котором они, как бы, с родителями жили все это время. Блин, ну, вот это точно супертравма, потому что обычно история, когда родители не могут поделить ребенка. Да. А тут история, когда вообще никто за него ей не борется. Да, да. И он опять покинут, всеми забыт, всеми брошен. Опять можно, уже можно, вернее, бухать вообще без тормозов. Ну, там еще, мне кажется, травма у матери. Если из-за него она родилась, наверное, как-то страдовая депрессия, и она от депрессии лечилась, и она его не любит до сих пор. Ну, типа, вот он вырос, и она такая, и слава богу, а вот второй ребенок, его я правильно воспитаю. Там, наверное, еще такое. У Даймера прогрессируют его социальные фантазии. Теперь он думает, мечтает встретить автостопщика. Ну, потому что, понятно, это все-таки такая, не то, что сельская местность, ну, в каком-то смысле, да. То есть там, в основном, все на машинах передвигаются. Значит, автостопщика с красивым торсом, красивого, который вот станет его целиком. И он встречает такого парня, ему было 19 лет, он голосовал на дороге, чтобы доехать до концерта. И Даймер сразу проезжает мимо, но потом возвращается к нему, вызывается его подвезти, но перед этим говорит, ну, до концерта еще есть время, хочешь, там, позависаем у меня. Покурим, выпьем, там, не знаю, послушаем музыку. Парень соглашается, и когда уже проходит там несколько часов, и парню уже реально нужно на концерт, он говорит Даймер, ну, давай, поехали уже. А Даймер все никак не едет, и уже парень понимает, что нужно идти самому. И в этот момент, когда парень хочет уйти, тот его ударяет гантелей, а про гантели... Ну, вот началось. Да. А про гантели такая история, он в какой-то момент начал качаться. Вот, в фильме это показано, дома у него там стоят какие-то серьезные прям снаряды. Ну, и, видимо, так и было, потому что все вспоминают о том, что он был в хорошей физической форме. Позже Даймер скажет о том, почему он убил этого человека, он скажет, что я хотел, чтобы он остался. И вот тут мы вспоминаем покинутых животных, то, что его родители постоянно, по сути, оставляли, ну, и оставили уже окончательно в это время. Он хотел, чтобы он остался, и он его таким образом как бы оставляет себе, но на том этапе, могу ошибаться, но вроде как никаких других действий он не совершает с этим парнем, ну, то есть он его там не насилует, не... Не режет? Ну, режет, да, потом, хотел сказать, не режет, но режет. Вот, он как бы пребывает в шоке, то есть сказать, что он там получил только удовольствие, наверное, какое-то удовольствие он получил, все-таки раз он продолжил это делать. Он в шоке от того, что получил удовольствие. Что он убил. Нет, все-таки он в шоке от того, что он убил, и как-то пока он приходит в себя, он не знает, что делать, но тем не менее, потом как-то собирается, и, ну, да, Да, он расчленяет этого парня, засовывает все в пакеты для мусора, грузит в автомобиль. И это уже был поздний вечер, ночь, едет выкинуть. Нет, пока просто выкинуть их, да. И его, что вы думаете, останавливает полиция. Потому что он, естественно, был изрядно набухан к тому моменту. Конечно же, он нарушил какое-то там правило дорожного движения. Его останавливают. И он, будучи смекалистым парнем и хорошо владеющим, ну не то, что психологией, но, видимо, он каким-то образом все-таки не то, что чувствовал людей, но знал, как с ними общаться. Это вот всегда молчаливые люди, они же больше наблюдают. И много наблюдают, и понимают, что делать. Да. Он начинает рассказывать слезную историю о том, что у меня родители разводятся, у меня тяжелый период в жизни. И полицейский, вместо того, чтобы как-то проверить пацана, он ему говорит, ну не будут тебе портить жизнь. Но он просит открыть багажник, потому что, видимо, по протоколу у полицейских в Америке это обязательная история. И он видит эти мешки для мусора, где он... Ну на что даймер говорит, да, вот поехал, еду на свалку, потому что мусор завонял, решил избавиться от него. Ну и все. Это вообще чудо какое-то. Я вообще думаю, что ситуация, где ты едешь в машине с расчлененкой, и тебе просто, конечно, говорит, дыхните. Просто из-за того, что пьяные остановили. Такой, как он не знает, что ты расчленен. Нет, ну я понимаю, что он не знает, я просто просюру ситуацию. Нет, это, прикиньте, получается у него первое убийство. Случилось все самое страшное, что могло случиться, и он выкрутился. И, наверное, поэтому у него потом появилось чувство безнаказанности. Безнаказанности, что он такой, я смог. Он понял, что он совершил идеальное убийство, потому что портреты этого парня, убитого им, первой его жертвы, даже не появляются в местной прессе. Ну, может быть, парень был, например, не из этого штата. Вот, и он подумал, что о-хо-хо, я безнаказанный, то есть я как бы могу делать и все, что хочу. Да, все самое страшное, что могло произойти, произошло, и он все равно выкрутился. Отец в итоге возвращается все-таки в этот дом, находит дамера, ни о чем не подозревает, ни о каких убийствах, помогает дамеру поступить в университет. Он даже поступает в университет штата Огайо, и учится там один семестр, но потом его выгоняют за прогулы, за выпивку, ну, то есть он довольно быстро теряет эту возможность хоть как-то социализироваться и вырулить, опять же, на другую. А на кого он пошел учиться? Пиар? Ну, насколько я помню, он пошел учиться на какую-то профессию, похожую на ту, чем занимался его отец. Химия, ну, что-то вот в этом роде, ну, то, что он любил. Да. Я просто думаю, если бы он пошел на профессию, вот, не знаю, пиолог, кто там, врать, он как раз этим занимался и, может быть, тратил. Еще какая-то практика? Нет, он бы всю энергию выплескивал на... Да, но ты знаешь, очень часто эти люди, маньяки, условные или неусловные, они разные бывают. Бывают люди с высоким IQ, да, бывают с низким. В случае дамера у него был довольно высокий IQ. Но практически в каждом случае очень редко, когда они добиваются каких-то карьерных успехов, потому что все-таки человек, маньяк, это человек с отклонениями, с расстройствами психиатрическими. И они не позволяют осуществлять любую деятельность, ну, в должном объеме, чтобы чего-то добиться. Где-то уже был какой-то хирург известный, маньяк. Очень много педагогов, кстати, мы вот обсуждали. Я потому что интересовалась этим вопросом. И там действительно много тех, которые окончили педагогический улс, работали в школе, были заслуженными учителями. Хорошо, что мы с тобой остановились. Да, хорошо, что мы не пошли в школу работать. Ну, вот один из них — это Анатолий Сливко, который вешал пионеров и получал удовольствие от этого вида. Дамер вылетает из универа. Папа говорит ему, деньги я тебе давать не буду, поэтому иди в армию. И он идет в армию. И сначала он учится на военного офицера, ну, проходит подготовку. Потом, значит, что-то там не складывается, и он идет учиться на медицинского специалиста, ну, что-то вроде санитара. Более того, его отправляют служить на базу Баумхольдер в ФРГ. Целую, как бы, Германию поехал, да. Ну, то есть что-то происходит, и, в принципе, и тогда как-то его жизнь могла, его могло переклинить, но не переклинило. Он все это время не убивает. Он все это время не убивает. Единственное, что... Есть, опять же, то, о чем я говорила, какая-то легенитизация вокруг личности любого маньяка, тем более американского. И уже после того, как его арестовали, осудили, появлялись какие-то люди, которые там вспоминали, что в армии он убил двух женщин, хотя женщин он, в принципе, не убивал. Это не его был профиль. Другой рассказывал, что над ним издевался как-то садистским образом. Но, скорее всего, это просто попытка как-то прогреметь свои 15 минут славы в СМИ, получить вот у тех людей, кто это рассказывал. А на меня он тоже смотрел вот это. Да, именно так. При этом его коллеги, его сослуживцы отмечали, что он умный, добросовестный, но очень нелюдимый человек, который ни с кем в каких-то суперприятельских отношениях не состоял. Но из армии его тоже выгоняют. И, судя по всему, за то же самое, что и из универа, за пьянство. То есть какое-то время его терпят, а он продолжает сильно мухать. И, наверное, вернее, не наверное, а по тому, что он объясняет, объяснил позже, это все было для того, чтобы как-то приглушить вот эту страсть какую-то ненормальную, какое-то влечение ненормальное. Таким образом он с этим как бы справлялся. Ну, опять же, не хочется какие-то плюсы ему в карму накидывать, но совершив убийство первое, обычно маньяки, почувствовав вкус крови, они начинают очень быстро продолжать это, да, и идут на следующее преступление. У Даймера прошло несколько лет в силу того, что, видите, была армия, был универ. То есть были ситуации, когда этот человек, все-таки являясь одиночкой по натуре, находился в обществе, в социуме. Как-то я разговаривала с каким-то психиатром, он мне говорил о том, что если ты сторож с предпосылками маньячными, то у тебя гораздо больше шансов стать им, если ты, например, ну не знаю, там, инженер на заводе. Ну да, потому что инженер на заводе каждый день ходит на работу, он окружен людьми, и у него просто, ну, во-первых, он меньше остается со своими мыслями наедине по сравнению со сторожем. Во-вторых, ну, как бы, его какие-то рамки он ощущает. И в случае Даймера то же самое. То есть по тому, как он становился все более и более одинок, и от него как бы отрезались люди, отрезалось общение у него с другими людьми, тем более кровожадным и ужасным он становился. И то есть это все, конечно, прогрессировало. Все вот эти мании, фантазии и их воплощение. Нужно не оставаться наедине с своими мыслями, правильно? Ну, особенно если это мысли об убийстве. Ну вот. Я вообще просто думаю о том, что я часто думаю об одиночестве, что я такая загоняюсь. Да-да. Но когда я слушаю такие истории, такая, да, все хорошо, все в порядке. Нет, да, я такая, надо видеться с людьми, надо меньше. Да, надо больше, конечно. Не сериал, сегодня иду куда-то. Отмену по сериалу. Первое убийство в 78-м году он совершил. Ну вот, не второе в 82-м, но в 82-м году он возвращается из армии, и отец говорит ему, что, ну вот, ты сейчас будешь жить с бабушкой. У нее большой дом, он живет с ней, и все эти годы, практически все, около трех лет, он как-то себя держит в руках. Она ходит в церковь, он даже ходит в церковь, он там временами не пьет, держит себя, работает. Работает обычно он либо там в какой-то станции переливания крови, либо в магазине, в какой-то момент он станет работать на шоколадной фабрике. Ну, то есть для человека, как мы уже поняли, с высоким IQ, это работы, ну, так, условно, разнорабочим, да? Он работает там, где вот его берут, туда он и идет. Пока окончательно не уже теряют какую-либо работу. А сколько ему было лет, получается, когда он с бабушкой начал жить? Так, сейчас. Это через, получается, 28? Да, он родился в 60-м году. Соответственно, 82-й. Ну, почти 22. 22. Ну, в принципе, почему не пожить бабушкой? Снимать дорого, денег мало. Бабушка готовит. В 85-м году, то есть ему уже 25, и с убийства проходит, первое убийство, 7 лет, ему поступает такое неожиданное предложение. Он сидит в библиотеке, проходит какой-то парень мимо него и предлагает удалиться в туалет, чтобы заняться сексом. Он на это предложение не отвечает, никак и никуда не идет за этим парнем, но как будто бы в очередной раз вот этот какой-то тадам, да? То есть он как-то вспоминает, это пробуждает в нем его фантазии, которые, возможно, и не утихали, но он понимает, что эти фантазии могут стать реальностью. А у него вообще личная жизнь была? Не говорится? Ну, только своими жертвами, видимо. Да? А почему он отказался, интересно, если... Так нет, вот он... Да, сейчас мы поговорим, почему отказался. У него как-то личная жизнь должна быть? Или он с живыми людьми вообще? Ну, в том-то и дело, что у него была проблема в общении с людьми. Ему сложно заводить было с ними какие-то там контакты обычные, да, там смолток условно какой-то. Нет, я имею в виду, что как же... Он как-то понял, что он гей, что ему нравятся мужчины. Да, но это было еще в школе, когда он испытал какое-то чувство к мальчикам. По фильмам не уверена, хотя уже в 80-е годы, наверное, и там всякий видеопрокат существовал, конечно. Как выражается нарастающее желание и нарастающие фантазии? Мы можем только догадываться, что было внутри его. Например, в какой-то момент его там застают полицейские или просто прохожие, как он мастурбирует перед двумя детьми на улице. В 85-м году, в том же самом, он начинает посещать гей-клубы. Понятное дело, что там как бы все было in the house, то есть там были, там, условно бар, какая-то танцы, и были места, где можно было уединиться с парнями. И в этот момент он начинает делать то, что потом он разовьет до каких-то высот, опаивать парней снотворным, подсыпать им в напитки. Клокеринщица. Да. Чтобы как раз-таки добиться вот этого состояния, когда человек не может... Уйти. Уйти, да. И остаться... То есть ему было важно быть, наверное, рядом с кем-то и знать, что этот человек тебя не покинет, по крайней мере, по собственной воле. Но при этом он не сразу их убивает. У него было несколько случаев, когда он там где-то переборщил с дозой, и чувака еле откачали. Соответственно, в этот гей-клуб его уже перестают пускать, потому что не хотят никаких проблем. Это тоже показано в сериале довольно ярко. Но, судя по всему, так оно и было. После истории с мастурбацией его даже как-то... Ну, не арестовывают, но ставят на какое-то наблюдение. Ему назначают условное наказание, и около двух лет он должен быть под наблюдением. Эти два года он все еще держится. А потом, как только оно заканчивается, это наблюдение, он, собственно, приступает к своему первому убийству. Ну, второму, по факту, но первому в этой уже серии, которая будет практически длиться без перерыва до его поимки. Случилось это с одним из парней, с которым он познакомился в гей-клубе. Они пошли уже просто в отель. Не в гейский отель, а в обычный отель. Сняли номер. Даммер опять ему подсыпал какое-то снотворное. Ну, и сам он, видимо, сильно ушатался в этот день, в том числе алкоголем, потому что, ну, вот в сериале это прямо показано, он просто безостановочно пьет. И, кстати, парень, друг, ну, как бы приятель Даммера рассказывает о том, что когда они ехали в супермаркет, да, вспомнила интересную деталь, он берется с собой, ну, я не знаю, сколько там, шесть банок пива, например, да, ну, или даже четыре банки пива. И за десять минут, пока они ехали до супермаркета, он выпивает их все. Да, это алкоголизм. Вот. А было ему тогда совсем, как бы, ну, не так много лет, как уже впоследствии. Этот парень, проснувшись на утро, после их взаимодействия, он ничего не помнит, но рядом с ним оказывается мертвое тело этого парня с проломленным там черепом. Он не помнит еще. Да, он ничего не помнил, ну, просто немного подофигел от того, что увидел, когда проснулся. А он в отеле, гостинице какой-то. Что делает дамер? Берет, идет в магазин, покупает огромный чемодан, пакует туда тело и выезжает из отеля, как ни в чем не бывало. Может быть, утка, может быть, нет. Вроде как таксист, который помогал ему грузить этот чемодан, спрашивает, ну, естественно, этот чемодан был тяжелый, он спрашивает у него, у вас там труп, что ли? Ну, шутя. А дамер ему говорит, да. Дамер продолжает жить у бабушки все это время. Он спускает чемодан в подвал. Несколько дней тело там находится все еще. В конце концов, когда уже начинает появляться запах, он его расчленяет и вывозит в пакетах на какую-то там свалку. Опять у нас получается идеальное убийство. Никто не видел, никто не заподозрил, никто не стал его искать. И с этого убийства, возможно, вероятно, у него срываются уже все тормоза, потому что он понимает, я раз смог сделать все идеально, я два смог сделать, значит, я могу все, значит, я могу продолжать. И он, ну, мы делаем этот вывод в том числе потому, что дальше убийство, если тут был промежуток 7 лет, то там как бы уже промежутки даже меньше года, а то и происходят, ну, несколько раз в год эти все убийства. Он всех расчленял? Да, он всех расчленял. Зачем ты спрашиваешь? Ну, интересно. Ножом, пилой. Ну, как бы, да. То есть там у него был довольно приличный арсенал. Но, знаете, меня больше всего, наверное, впечатляет то, что как минимум трех жертв после парня, которого он бил в отеле, он убивает, приводя их домой к бабушке. То есть он все еще живет с бабушкой. Вечером он идет там тусоваться в клубах, приводит оттуда какого-то парня, потому что очень многие из них, практически все, это были парни, которые были либо секс-работниками, ну, либо те, кто просто спал за деньги, не знаю, есть ли тут разница, ну, либо он просто кого-то цеплял и делал это не за деньги, ну, только кто-то шел к нему заниматься сексом не за деньги, просто потому что, ну, да, Мер, как мы видим, да, был довольно-таки неплох с собой, да, и потому что, ну, вот таким образом есть какое-то количество людей, которые так проводят время, скажем так. Даммер, это очень, как бы, подробно разобрано в сериале, не могу не сказать, тема расизма, которую ему вчитывали, вписывали люди, что, как бы, якобы он совершал свое убийство на почве ненависти, потому что очень многие из его жертв были афроамериканцами, ну, либо какими-то мигрантами, которые приехали в США. Возможно, просто вкус такой был и все. Ну, скорее всего, у меня нет точного ответа на этот вопрос, но, скорее всего, во-первых, потому что он впоследствии поселился в не очень благополучном районе города, где, ну, по определению, в основном живут люди приезжие, не очень обеспеченные, к сожалению, в США чернокожее население все еще, как бы, входит в большинстве случаев в эту категорию не очень обеспеченных людей. Вероятно, это тоже был один из пунктов совершить идеальное преступление, это сделать свои жертвы того, чье исчезновение никто не заметит, потому что это черный, потому что это человек низкой социальной ответственности, как у нас любят говорить, и потому что он, например, там живет один или как бы... Приехал из другой страны, и родственников у него нет, никто его тут искать не будет. А может, ему просто нравились такие люди? Нет, ну вот первые две жертвы, они обычные американцы, да, то есть это не... Ну, у него не... Ну, он не заявлял о каких-то своих предпочтениях, скорее, ему был важен не цвет кожи человека, а просто, чтобы человек был рядом. Вот, и к тому, что он же их не убивать, он же не хотел просто убить человека, его же это возбуждало, ему нравился этот человек, он хотел, чтобы этот человек был рядом, я поэтому подумала, может, это у него вкус такой, просто вот влюблялся в таких людей. Влюбляться не думаю, не думаю, что там вообще, в принципе, шла об этом речь. Он просто хотел себе кого-то, кто бы был рядом, и все. Не всех парней, с которыми он вступал в сексуальную связь, он убивал впоследствии, то есть некоторые, ну, может, он там не рассчитывал дозу снотворного, они просыпались, да, и как-то вот один случай очень красочно показан в сериале, как бабушка уже, ну, как бы, начинавшая что-то подозревать, просто села рядом с парнем, которого он сильно обоил, целую ночь просидела рядом с ним, а на завтра они вместе посадили его на автобус. офигеть, а вот эти люди, они же потом такие, я почти умер, они там давали интервью какие-то? Возможно, давали, возможно, поэтому у нас есть какие-то сведения об этом, но прямо так вот я не видела их интервью, и самое главное, что опять же, нужно понимать, что это, ну, такая ночная жизнь, она всегда сопряжена с приемом каких-то препаратов, да, и так вот прямо сказать, что вот он меня поил или я просто перебрал с какими-то веществами, наверное, тоже довольно трудно, тем более, это задним умом можно сделать, но на моменте, ну, мало ли что. Ну, да, но в целом, прикинь, вот ты просыпаешься, смотришь новости, посадили человека, и ты такая, я была у него дома, ну, там была бабушка. А я вот думаю, как раз как бабушка реагировала, ну, то есть она один раз вот так просидела, а у нее не было мысли, Может быть, она и не просидела, да, это опять же в сериале показано, мы не знаем, бабушка подозревала, потому что был запах из подвала очень неприятный. Ну, как подозревала, я не знаю. Ну, это, мне кажется, вот когда ты такая, так не может быть, нет, ну, на всякий, ну, то есть, это же мой внук, это же такого не может быть, но я на всякий случай, но ты мозгом-то ты понимаешь, поэтому пытаешься что-то сделать, но так, чтобы не разрушить свою психику. Ну, и уже ретроспективно, уже оглядываясь назад, отец его тоже говорил о том, что я подозревал, но я боялся себе в этом признаться, что с ним что-то не то, и он постоянно как бы приходил и в дом бабушки, и там просил его открыть какой-то ящик, который Джефф очень дорожил им, а в этом ящике он хранил голову одного из убитых им человека, людей, и он каким-то образом, ну, как сказать, сказал, ну, там всякие порно-журналы, не хочу тебе показывать, ну, и папа не настоял на том, чтобы посмотреть все-таки, что в этом ящике. Папа находил, он уже, живя у бабушки, растворял куски тела в кислоте, и папа, когда нашел что-то вот такого непонятного свойства, он говорит, это что? Он говорит, это я опоссума растворял. Ну, наверное, там уже было в таком состоянии, это фрагмент тела, что уже было непонятно, опоссум это или не опоссум. Но то, что папа постоянно был рядом и пытался как-то отследить его, говорит о том, что были подозрения. Видимо, уже было настолько поздно, что родители настолько привыкли не обращать внимания, либо себя успокаивать какими-то мыслями. Ну, не хочешь думать, наверное, что мой ребенок, наверное, убивает. Да, ну нет. Ну да. И интересный еще момент про то, как реагировал папа. Нам иллюстрирует такая история. Значит, один вечер Даммер завлек себе домой парня, это была семья мигрантов из Лаоса, и он приглашает его пофотографироваться у себя в квартире, предлагает ему деньги. Опять же, мы понимаем, что мигранты из Лаоса приехали, нет хорошей жизни, наверное, не очень обеспеченная семья, много детей, как мы потом узнаем, в этой семье. Он соглашается, чтобы просто подзаработать, а потом, ну, разобравшись, что здесь что-то не то происходит, он сбегает и, как бы, сообщает полиции об этом. И полиция, ну, как бы, работает как должна. Она арестовывает Даммера. Даммер, ну, вернее, нет, не арестовывает. Она его задерживает. Даммер признает себя виновным. Но его в ожидании процесса отпускают под залог. А виновным в чем? В домогательстве к, как бы, ребенку. Хотя он говорит, что я вообще не знала, что это ребенок. Я думаю, что ему больше лет. Ну, понесусь. Пока ему выносят приговор в 89-м году о сексуальных домогательствах. Адвокат жертвы настаивает на том, чтобы Даммер дали пятилетний срок. Но судья, с одной стороны, мальчик-лаосец с папой, который едва говорит на английском, с другой стороны, Даммер, такой весь благополучный белый американец. Судья говорит, я вам даю пять лет испытательного срока, вот, и один год тюрьмы условно. И Даммер, там, по-моему, год он должен был приходить на ночевку в тюрьму. Ну, то есть, как бы, это такой очень лайтовый срок. Ну, то есть, это супер лайтовый срок. Знаю, что в Америке они, как бы, не стесняются давать ему довольно серьезные наказания. Но вот судья, видимо, посчитал, что он не хочет портить жизнь хорошему молодому человеку и сохранить его на свободе. Отец Даммера, пока тот вот отбывает еще вот этот вот такой вот полузаключение ночное, тюремное, пишет судье прошение о том, чтобы Даммера не выпускали до конца курса лечения от алкоголизма. Ну, то есть, видимо, там еще и курс ему прописывают. Соответственно, отец, мы понимаем, да, вот эти приходы домой, инспекция коробок, да, вот прошение судье. Но прошение игнорируется. И Даммер выпускает, Даммер выпускает, он выходит из... А я не могу понять. В чем мотивация, прости, пожалуйста, то есть даже его отец уже говорит, что не надо его выпускать, оставьте его. То есть, ну, близкий человек понимает, что что-то не так. А судья и в целом тюрьма, если это институт, они такие, не, не надо, забирайте. Ну, они вот такие, что? Странно. Вот же есть, зачем это делать? Удивительно. То есть, они могли решить судьбу многих следующих жертв, если бы он тогда остался в тюрьме. Именно так. С 90-го года Даммер въезжает в квартиру, в ту самую квартиру 213, в Милоке, в относительно там среднем городке, скажем так, где проживет год до своей поимки и убьет, ну, большое количество ребят. В своей квартире Даммер оборудует, ну, даже не знаю, с чем это сравнить, хранилище, скажем так, потому что ему важно было не столько убить, замучить жертву, ему было важно взаимодействовать с телом жертвы после ее смерти. Поэтому иногда он сохранял трупы по несколько дней в своей комнате, просто не лежали, он вырезал внутренние органы, в какой-то момент съел сердце одной из своих жертв, таким образом, по его словам, чтобы ее увековечить, ну, вот, таким жестом. То есть она всегда со мной теперь, ну, он, жертва. Значит, он покупает огромные бочки, в которых вливает растворители, чтобы растворять там тела, огромный холодильник, где хранить тела, пока другие растворяются. И все это сопровождается, естественно, запахами, как-никак, да, в квартирах тонкие стены, соседи слышат и музыку громкую по вечерам, сквозь которую прорываются какие-то крики, и слышат запах, и не раз звонят в полицию. Соседи, да, это в основном чернокожие американцы, на обращение которых, как вы уже догадаетесь, сейчас не особо обращали внимание полицейские. Самым вопиющим случаем необращения внимания был случай с 14-летним мальчиком, который был, вы представьте, помните, пацана Лаосца, который сбежал от него. Вот он, его то ли брат, то ли двоюродный брат, то есть это люди из одной семьи. Тоже в шортах? Вот этот? Нет, сбежал. А, я поняла. Когда кто-то домогаться начал. За которого срок дали. Да. И вот он с этим мальчиком предлагает ему выпить, предлагает заплатить ему 50 долларов за то, что фотографируется с ним. И он применяет к нему новый вид, ну, даже не пытки, потому что он, как бы, как таковых пыток он не применял к жертвам, да, ну, только после уже смерти, это уже не пытки. Он решает ему делать лоботомию. И сверлят ему голову и вливает туда какой-то состав химический. Какую-то кислоту, либо какой-то физраствор. Я поехала. Таким образом он хочет добиться того, чтобы рядом с ним был человек живой, но, потому что мертвый быстро портится, живой, но при этом который может полностью подчиниться ему. Проделав это, он отправляется выпить в бар, оставив мальчика у себя дома. А мальчик приходит от себя, выходит из квартиры и выходит на улицу, абсолютно голый, офигевший, непонимающий, не в себе вообще, то есть он не может не говорить ничего. Его находят женщины, ну, опять же, в сериале показано, что это его соседка афроамериканка, в жизни, вероятно, но не точно, это были тоже женщины-афроамериканки, почему настаиваю, опять же, чуть позже скажу, они находят его, вызывают полицию, полиция приезжает, тут же подходит дамер и говорит, что это мой молодой человек, ему больше 18 лет, мы с ним живем, поссорились, он перебрал, я сейчас его отведу домой, все будет хорошо. Женщины орут, это ребенок, ему там, мне 18 лет, сделайте с ним что-нибудь, они заводят этого ребенка в квартиру дамера, в этот момент в квартире дамера лежит труп предыдущей его жертвы, за кроватью, но тем не менее, якобы осматривают помещение, ничего предуседательного не находят и оставляют его, отчитавшись, что все нормально, мы проработали историю, два гея, поссорились, сейчас все хорошо. К слову сказать, этих полицейских потом отстранят от службы, но их профсоюз отобьет коллег и их в итоге восстановят. Ну и тут можно как бы спорить, понятно, насколько они там плохо выполнили свою работу, но, видимо, плохо, раз как бы в квартире, в нехорошей квартире было много всяких улик, которые они не разглядели. Просто неохота была. Да. Ну и вот он, видимо, такое он, ну, приятное впечатление производил. Да, он их заболтал, он там говорил, ой, в нашем районе столько преступлений, столько преступников, спасибо, что вы над этим работаете. это вот, похвали, да, и все. Да, за тумань бдительность, за добре, и все. Опять же, белый чувак в черном районе, как бы это, ну, к сожалению, для Америки, да и сейчас, в меньшей степени, конечно, но в 80-е годы, 90-е, это была большая проблема и насилие полицейского, и, ну, вот такого, как бы, необязательного отношения, что ли, ну, мы видим это на примере. Июль 91-го года Джефф очередной раз знакомится с парнем, которому предлагают прийти к нему домой, пофотографироваться, опять же, ну, и опаивает этого парня. Он грозит ему ножом, слушает его сердце, говорит о том, что скоро, как бы, оно окажется у меня в руках, но говорит просто ужасные, кошмарные вещи. Но парень сориентировался в нужный момент и отпихивает Даммера, и ему получается, у него получается открыть дверь, он выбегает из этой квартиры, очень долго бежит по улице, пока не встречает патрульную машину. Полицейские, значит, спрашивают, в чем дело, но мы знаем, что это не всегда, значит, хэппи-энд и конец страшной истории. Но в данном случае, к счастью, может быть, потому что жертва могла говорить, потому что тот мальчик, 14-летний, он так не смог ничего сказать, дает им, ну, то есть, она им говорит, что у чувака там труп лежит, потому что он видит предыдущую тоже жертву Даммера. Полицейские заходят в квартиру, и первое, что они обнаружили, это фотографии, полароиды, на которых они видят расчлененные тела, тела без головы, тела в ужасе. Ну, это маячок. Да, и, видимо, они как-то решили провести такой более детальный осмотр помещения. Ну, и находят как бы человеческую голову, два пакета в каждом человеческое сердце, пакет мужских гениталий, пять черепов. В один пакет распасовал все. По пакетам. Скелет и чан, вот эти бочки с кислотой, уже с тремя тулущими на разных стадиях. Автографировал он зачем? Очень часто маньяки возвращаются на места преступления, например, да, потому что у них нахлынули воспоминания, и они испытали кайф. Не такой же сильный, как при совершении преступлений, но, тем не менее, такое напоминание о том кайфе, который они пережили. Его задерживают в тот же вечер, он не сопротивляется, более того, он говорит, что меня надо убить за то, что я сделал, он не скрывает ничего, он сразу начинает рассказывать, приезжает отец к нему, и отец, это хорошо отображено в сериале, но, насколько, видимо, он потом написал книгу, поэтому мы тоже можем знать из плюс-минус первых уст об этом. Он очень винил себя, конечно, в том, что Дайвер делал, при том, что поначалу он очень не хочет признавать себе, что это его вина, но обычно, когда так происходит, значит, то явно человек себя винит. Дальше был суд. А он такой, типа, меня поймали, я все расскажу. Мне, кстати, интересно, почему в этот момент он перестал играть, придумал эти истории. Там же есть, что маньяки в какой-то момент начинают сами подставляться, но он не подставлялся. Нет, подставлялся. Это тоже как бы у каждого свое. Мне кажется, про подставление это реально какая-то история, скорее, надуманная фикшн, да, вот игра с полицейскими. Чтобы найдите меня, найдите меня. Не думаю. В данном случае его нашли в том числе, потому что он к моменту совершения, попытки совершения последнего убийства, он бухал просто день и ночь, он потерял работу, его выгнали. Потерял контроль, да. Он полностью потерял контроль. Не отец там, не бабушка, тем более, им уже, может быть, там как-то подзабили на него, например, потому что устали тоже как бы с ним бороться с алкоголизмом и странным поведением. И поэтому получилось так, что вот он предался своим ужасным фантазиям, и они, ну и да, потерял бдительность. А сколько всего он убил? Он убил 15 человек. Ага. Суд... Не буду ничего, оценку никакую говорить. Да. Естественно, судебный процесс везде освещался, куча там репортеров, обычных людей, были семьи погибших парней на этих процессах. Даммер все это время, вот он вообще в очках ходил довольно, хотя на наших фотографиях он без очков, кроме актера. Ну, по крайней мере, пишут о том, что он действительно ходил в таких довольно толстых очках. И вот здесь тоже, да? Да. Но на процессе он сидел без них, таким образом пытаясь, может быть, каким-то образом отстраниться от происходящего, потому что он там не снимал с себя вины, не оправдывался и понимал, что он делал ужасные вещи. При этом он так же понимал и говорил в последствии, что если бы меня отпустили, я бы продолжил делать это. То есть это что-то, что уже полностью им завладело, и он не мог себя остановить. То есть раскаяние как такового не было? Нет, у него было раскаяние. В своем последнем слове он попросил прощения. Ну, как прощение? То есть он сказал, что вряд ли какие-то слова могут меня извинить, и что то, что я сделал ужасно и бесчеловечно, и все мои деньги, как будто бы у него были деньги. Но, тем не менее, давайте раздадим семьям жертв, и то, что я буду работать в тюрьме, тоже перечисляйте, семьям жертв. Единственный такой важный момент, наверное, который он, в смысле, там большая речь, прямо о разном говорит, говорит о том, что он желал для себя смерти, желает для себя смерти. Но в штате, в котором он совершил, это не было смертной казни, поэтому... По жизни, да. И когда доктора ему сказали о болезни, ему стало немного легче. У него болезнь? Ну, конечно, у него, безусловно, психическое расстройство. А, ему какое-то неизлечимое. Нет, нет. Ну, то есть, когда ему объяснили, почему он это делал, да, то есть я думаю, что он тоже задавался этим вопросом, почему. И когда он услышал, что ты это совершал, потому что ты нездоров, его это, ну, в каком-то смысле... Успокоило. Успокоило. Ну, что, как бы, значит, это что-то не совсем неисправимое. Не совсем я. Его признали вменяемым, хотя мнение психиатров разделилось, и кто-то топил за то, что он столько всего пережил. Сейчас мы знаем, сколько он всего пережил в жизни. И что его, конечно же, нужно лечить, изучать. Ну, это, конечно, помогло, хотя его и так могли изучать, когда он находился в тюрьме, но посмотреть, можно ли как-то откорректировать поведение человека, это тоже, конечно, для науки это довольно важно. Вот. Но другие психиатры говорили о том, что он осознавал то, что он делал, он контролировал себя в момент совершения, да, то есть алкоголь не считается, как мы знаем, смягчающим обстоятельством, поэтому, ну, как бы, то, что он выпивал, это его проблема. Вот. Поэтому суд принял решение признать его вменяемым, приговорил его к 15 пожизненным срокам. Обожаю, вот это бессмысленно их. Это около тысячи лет. Это плюс-минус. Ну, как, это за каждую жертву, да, то есть это, наверное, тоже правильно в том смысле, что, ну, каждая жертва важна, каждый человек важен. Но в целом это еще делается, я так понимаю, для того, что если кто-то будет потом апелляцию подавать, то у тебя там, ну, допустим, три года с ним, но останется 900 лет. Да, да, ну, в том числе, да, наверное, не уверена, как точно это работает в США, но, видимо, что да. Потому что, ну, по крайней мере, в России, если ты приговорен к пожизненному заключению, через 25 лет ты можешь просить об условно-досрочном освобождении. Никого еще не освободили условно-досрочно, если что, из пожизненно приговоренных. Но просить можешь. Но просить можешь, да. Возможно, в Америке тоже есть такая возможность, поэтому идти на 15, чтобы, ну, уже наверняка. Когда это все, ну, закончилось, да, отец продолжил общение с Даммером, он к нему приезжал и поддерживал его. Впоследствии он написал книгу про то, как быть отцом Джеффри Даммера. Естественно, это, ну, я не знаю, там, дикие или великие, вернее, там, деньги он на ней заработал. Но все равно все по чуть-чуть начали, вот, знаете, кромсать этого Даммера на кусочки, чтобы как-то чего-то там ухватить, да, пойметь. Ну, вообще, в целом, ты никогда не понимала, когда пишут, там, книгу, ну, когда оправдывают себя, окей, но в целом, ну, ты хочешь чем запомниться в жизни? Я отец маньяка? Ну, знаешь, когда ты и так им запомнишься, это хотя бы бабло с этого поиметь с другой стороны. Все равно. А мама так и не объявлялась? Мама объявлялась, да, мама объявлялась, более того, что она даже попыталась опять покончить с собой. А, так объявлялась? Да. Но при этом, ну, ее спасли на тот момент. Но как-то она скорее фигурирует как элемент такого, не то что раздражения, ну, то есть они продолжали ссориться с отцом, она винила его в том, что произошло с их сыном, он винил ее, потому что она принимала таблетки во время беременности. Ну, то есть это трудная семейная история, которая не закончилась. В книге тоже мать немного осуждают. Да, не закончилась с моим Даммером. А брат? Брат, никаких сведений не имею про брата. Даммера посадили в тюрьму. Сначала он сидел в одиночной камере без телевизора, ужас, без всего. Со временем условия чуть смягчились, он там и читал, и музыку слушал. Ну, в общем, как-то он так вот он покрестился, потом этого священника даже осуждали за то, что он его покрестил, но он пришел к Богу, как очень многие приговоренные к пожизненному. С ним переписывалась какая-то там набожная христианка Мэри, с которой они перекидывались, видимо, комментариями из Библии, не знаю. Ну, в общем, они вот о Боге, о праведном образе жизни. Ему писали, естественно, поклонницы, несмотря на то, что как бы очевидно... Блин, это меня всегда восхищало. Почему-то вот женщинам нравятся плохие парни, но это же слишком плохой парень. Знаешь, я вот недавно читала статью, и там было объяснение этому факту такое, что женщина в такой распространённой, ну, в основном, патриархальной культуре подсознательно считает, что вот мы такие, типа, спокойные, надёжные, а мужчина, он вот ветреный, тяжёлый, сложный, и мы должны его как бы спасти. Да, нет, это всё спасательница. И это, ну, абсолютно, да, такая... Бедные на него накинулись, ну, что он там тоже убивал. Они же ещё думают, что, типа, ну, он просто ещё меня не встретил. Да, конечно. Сейчас я его поменяю. Тамара меняет многих. Ну, ещё многие женщины, которые сами пережили насилие, часто осознательно тянутся к таким сложным персонажам. Он жив? Ну, вот сейчас как бы главное. Он в какой-то момент его переводят в такую тюрьму, где заключённые, ну, живут как бы вместе, да, то есть это большие камеры, они ходят на работу, вместе едят в столовой, и есть предположение, что он специально это сделал каким-то образом. Одним словом, в один прекрасный день он его отправляют мыть спортзал с ещё двумя заключёнными. Один заключённый убил свою жену и пытался скинуть это преступление на двух афроамериканцев. Второй заключённый психически ненормальный вопрос, почему он оказался в тюрьме этой, ну, останется вопросом, возомнил себя сыном Бога, ну, и вот как-то чудил в этом направлении. И именно этот заключённый, афроамериканец, убил и чувака, который хотел скинуть убийство жены на афроамериканцев, и Джеффри Даймера. Причём интересный момент, что если на второй погибший заключённый сопротивлялся ударам этого человека, ну, это видно там по состоянию рук, то Даймер, как говорят, даже не сопротивлялся. Ну, делают такой, напрашивается вывод, как будто он сам искал смерти, не сопротивлялся ей. С другой стороны, есть предположение, что как бы тюремная администрация как-то вольно-невольно решила спровоцировать эту ситуацию, потому что скорая, которая могла спасти Даймера, ехала час. Его мозг хотели изучать, хотели там психиатры, ну, психиатры, скорее всего, да, но отец, мать была за это, отец был резко против, и в итоге его кремировали, ну, и там частично разделили между родителями. Прослушав уже всю историю, мне интересно, вот, что скажете вы, потому что два слова про выход сериала. Сериал стал тикток-сенсацией. Люди начали нарезать ролики из кадров сериала, где Даймер представал скорее таким героем-одиночка, секси-мен в белой подной футболке. Они, мало того, что были фан-клубы еще там в 90-е, когда это дело гремело, то сейчас, глядя сериал, и, возможно, даже из моего рассказа, опять же, невольно это произошло, либо я попала под, не знаю, вот этот вот характер публикации о нем, которые почему-то хотят его как будто бы оправдать, да, вот он так погиб еще мученически, можно сказать. В общем, очень неоднозначная реакция была на сериал, потому что семьи жертв, которые, имена которых использовали, реально имена их использовали в сериале, да, и какие-то обстоятельства, они не давали согласия на это, они очень жестко восприняли этот сериал, так или иначе, все равно, это, конечно, такая дополнительная ретравматизация этих жертв. Мне кажется, почему популярно, мне кажется, сейчас вот именно с реальной времени, когда все начали вот на этой волне, ой, вот эти детские травмы, у нас все обиженные сейчас, все разбираются, все ходят к психологам, к психоаналитикам, разбираются с детством, и каждый видит себя в этом, то есть понятно, что никто там не убивает, или там какой-то маленький процент, но мне кажется, это только поэтому. То есть они так сильно проникаются, и типа вот, чуть ли не, вот смотри, мам, хорошо, что я не убийца, а ты мне тоже так делала. Но мне кажется, как раз вот эта сторона изучения травм, изучения его истории, понять и разобраться, почему он так делал, мне кажется, вот эта сторона вообще самая адекватная, но мне не нравится, когда это переходит за грани и начинают оправдывать. И мне кажется, что какой бы ни был маньяк, какие бы у него ни были родители, какие бы ни были травмы, нужно остановиться на варианте, что мы их не оправдываем, что мы осуждаем, что это плохо точно. Но вещь снимает, вот я тоже заметила, что, заметьте, вообще в сериалах сейчас, в любом сериале, да вообще в фильмах, если раньше положительный персонаж, это сильно положительный персонаж, да, там он работник колхоза, ну любой, ну любой старинный фильм, любой посмотрите, везде, а сейчас у нас положительные персонажи, это как раз вот Декстер, это убийца, там тот же Доктор Хаус, это наркоман, ну, своенравный, ну то есть это далеко не положительный человек, короче, сейчас какая-то еще есть мода на то, что вот что-то, ну это, наверное, мода на то, что типа мы все тоже люди, что положительный не может быть целиком положительный, но очень часто он больше отрицательный, ну этот персонаж становится. Да, да, ну просто, опять же, из хороших никто сейчас уже не любит. все зависит от того, о какой, если есть риск, ретравмировать, ретравматизировать людей, ныне живущих, да, какой-то истории, наверное, имеет смысл, ну как мне кажется, например, переводить эту историю, и не рассказывать ее от имени маньяка или не находясь постоянно с ним, например, как есть там, не знаю, Зодиак, например, фильм, да, Финчера, либо Охотник за разумом, Охотники за разумом, где мы видим тоже маньяков, тоже их изощренные там способы убийства, их ненормальность, но видим мы это под призмой героев, а герои это, собственно, сотрудники ФБР, которые расследуют эти дела и изучают их. То есть это тоже вопрос фокуса. В случае Даммера фокус был избран именно такой, и он сработал, логично, что он так сработал, потому что, говоря про детство человека, мы не можем не вызвать у другого человека эмпатию по поводу, мы все были маленькие, это нормально, что мы сочувствуем человеку, глядя на то, как он страдал в детстве. Мне кажется, это именно маркетинг, то есть они такие, это точно будет продаваться, мы делаем так, и это действительно продалось, и действительно женщины в восторге. Семь и пятнадцати жертв, добрый вечер вообще. Да, конечно. Еще не поменяли имена, ну то есть это вообще, ну это неуважение, вот это неправильно. Да, мне кажется, было бы здорово, если бы в художественных произведениях все-таки героями были бы те, кто помогал там раскрыть преступления, героями были те, которые, ну короче, добрые люди, которые тоже травмированы, но по итогу, которые никого не убивали, и только пытались помочь. Ну видишь, в этой истории полицейские не самые добрые персонажи, мы видим, они несколько раз провофлили конкретно поимку Даммера, и если бы не они, возможно, он бы совершил гораздо меньше преступлений. Но опять же, не только их вина в этом есть, как мы поняли, очень многие люди почему-то не обращали внимания. Ну вот да, правда, тут от какого лица можно было снять. Да, здесь непонятно, кто в этой истории. Вообще, кто должен быть рассказчик. Субтитры создавал DimaTorzok